всем доброе утро мы едем в нижний ну по делам можно сказать что заехали на заправку уж пошел деньги платить я сижу кубен за колонки вот в общем ну покажу если кому интересно поедем по городу покажу сегодня 23 конечно видео выйдет позднее всех мужчин и женщин конечно кто имеет отношение к этой военной профессии всех поздравляю с праздником вот желаю всем здоровья счастья и самое главное мирным небо над головой вот ну поздравление никогда не поздно получить да но видео выйти выйдет позднее конечно вот сегодня съездим общем куда нам нужно заедем закажем шашлык я вчера сделала сделала этот салат праздничный и вот чизкейк сделала ну немножко по другому уже как как мне захотелось должен получиться я думаю вот но видео наверное уже выйдет раньше это с чизкейком а может быть позже выставлю вот потому что увидел комментарии пишут что просит мне рецепт этого чизкейка но обязательно я уже сняла будет будет рецепт мой муж пришел от него так пахнет кофе скажи всем привет привет там кофе всегда такой аромат стоит да вот там где платят на заправке вот пришел с тобой принес такой аромат кофе а я сегодня кофе не пила вчера не пила тут я как-то наладила по вечерам его второй половине дня вечером конечно кофе лучше не пить хоть я и усну конечно но все равно кофе будоражит как-то ничего на ночь кофе пить знаю некоторые кофе пьют вечером а потом пьют снотворные таблетки вообще как не вяжется машину ладно мы поехали покажу что нибудь по ходу сейчас пока нечего даже показывать едем по объездной еще только в балахне доезжаем к нижнему новгороду к дубравной здесь вот такой лес красивый давно мы здесь не ездили на стекле прям льдинки мороз сегодня и солнце морозная погода нас не покидала зима не хочет уходить вот такой вот лес с двух сторон сколько деревьев поломало тогда был снег сильный потом замерзло все это все деревни не выдерживали падали вот нижний новгород здесь дубравная лыжная база здесь на лыжках катаются когда ветер сегодня и ветер такой сильный вообще и мороз машин достаточно много поехали сегодня думали машин будет поменьше все будут отмечать 23 февраля но нет все на колесах все куда-то едут в гости все за здоровый образ жизни наверное вот едем в Сурмовский район тут еще такие домишки улица Кима собор здесь у нас Копсово такие вот здесь еще дома маленькие а вот вышка вот эта известна у какого-то инженера вот эта стоит с хорошим уликом и солнце ох и ямы ямы солнце так вот подъехали мы в Сурмовском районе сейчас к заводу Красные Сурмы вот муж пошел заказывать шашлыки в старой мельнице а вот здесь какие еще домишки домишки сколько неустроенностей еще в нашем даже городе вот здесь завод Красные Сурмова это конечная остановка вот здесь вот многих автобусов ну кто до Красного Сурмова едет из поликлиника от завода заводская поликлиника видите наверное какой-нибудь богатый жил наверное управитель хозяин завода видите какие балконы вот 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 так и там лазурит институт улица свободы и вот завод Красная Сурмова так надо на тропиночку выйти завод Красная Сурмова включила стабилизация а то надо дергаться сейчас будет вот церковь завод Красная Сурмова здесь начиналась моя трудовая деятельность вот там главная проходная Орденоносный завод орденоносный завод вот мусора говорит спускали на воду этот сухогруз здесь музей истории Красного Сурмова вон там какой-то корабль макет корабля даже не видела там меня не потеряет я ушла далеко акционерное общество Сурмова все тут сейчас изменилось давно я уже здесь не была вот Красная Сурмова макет корабля сделали там какое-то здание вроде бы его и не было и просто отремонтировали главное проходная я конечно не в эту проходную ходила в управление ходила вон какой здесь парусник без парусов весь в мишуре вот такой вот завод все муж пошел платить деньги а я вышла пошла снимать и потеряла перчатки сейчас их нашла руки заведенели ну все заплатил ой сколько по 10 рублей в копилку положить в копилку положить в копилку положить московское шоссе сорновское шоссе встречаются и там вот Эльдорадо Рио торговый центр вот так вот здесь еще сейчас поедем на мост держитесь линии на мост прямо 4 километра ужас ям сплошные вот уже поэтому миллиарды дают по дороге что яма сплошные надо ямы закидать надо еще и миллиарды закопать еще на миллиарды эти дороги не нижний новгород нижний новгород верхняя часть виднеется на горе поднимаемся поднимаемся постепенно вверх так и вверх не Едем по проспекту Кагарина Поверните налево Едем по улице реки И вот приехали мы в кардиохирургическую и клиническую больницу В общем мы приехали разведать тут Кто догадался Поехали посмотреть дорогу Мне же придется ездить Кардиохирург-академик 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Много заказов, поэтому нужно подождать, что-то зайдем в милю, может быть там что-то кофейком, может быть еще что-нибудь перекусим. Если он убирает трамвайные пути, да, может меняет, а может быть совсем, ну меняет, мне кажется, а может... Все, поставили машину, здесь во дворах не стали туда к миле забираться, а то там вообще потом не вылезешь. Вот она миля, золотая, сходим посмотрим, ни по каким прилавочкам ходить не буду, отделом ничего смотреть не буду, так просто. Здесь самураи мы ходили раньше, эти роллы есть. Едем на эскалаторе. Надо здесь посмотреть, во-первых, что тут. А? Здесь нет? Да нет, я не буду ходить. Здесь нет. Значит, давай на третьем этаже посмотрим. Здесь тухи продают. Во, кари даже здесь есть ведь точно. В кари можно зайти. Кофе в автомате. На шестой этаж надо, там, может быть, есть это, как и кафешка-то. Поднимаемся. Такие наряды. Такие наряды. Рикер, рикер, кари вон. У меня эти Сберспасибо. Вот, может быть, их можно здесь потратить? Это их много, что ли? Да я не знаю, много, много было. Тебе, тебе можно на тапочке. Можно мне на тапочке. С той стороны есть, значит, заход кари. Ну вот, вход, наверное, здесь. Кари. Ботиночки. 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 Три тысяченки. Я, конечно, не буду снимать. Так, просто что-нибудь, что-нибудь. Так, быстренько. Какие рюкзачки интересные. Сумочки. На всё. Один плюс один равно трем. На всё. Это рюкзачки. Кто любит? Кто любит такое? Сколько такое стоит, интересно? Я, конечно, не любитель рюкзачков. Две четыреста девяносто девять. Какие сумочки. Вечерние. О, красота. Прям переливается. Мне, собственно, ничего не надо. Хотя, вроде бы, и ботинки надо. Ну, какие... Такие полусапожки, может быть, или ботильоны. Вот. Здесь уже мужские. И вот такие. Блюровые какие-то. Смотрите, какие интересные. Мои тяжёлые. Пять тысячи почти. Натуральные, что ли? Интересные. Видео, какие. Кроссовки. Пять тысяч кроссовки все. Вот такие вот. Слушайте, вот в Турции-то я такие покупала. Ага. Ну, красота в них ходить. Сколько они здесь стоят? Что-то не пойму, сколько они стоят. Три сто девяносто девять, что ли. Да, три сто девяносто девять. А я их... Я не знаю, за сколько я их, не помню, покупала. За восемьсот или за семьсот рублей. Представляете? Какая разница. Вот так вот. Очень удобные. Хожу в них летом. Ой, а эти вообще... А это всё, да, турецкое, кстати. Турция. Угу. Но цены... Цены не турецкие. Это четыре с половиной тысячи. Лёгкие, лёгкие. Вообще прям невесомые девочки. Наверное, удобные. Потому что... Вообще-то нет у них здесь вот этих вот таких. Нет здесь... Ну, вот в этих вот есть вот такая вот штучка. Как ортопедическая. Вот это вот. Тоже лёгкие. И вообще не весит. Ну, два грамма. Красота. Ну, цены... Цены... Настораживают. Очень дорого, я считаю, для такой обуви. Ну, не знаю. Хотя, конечно, натуральная кожа, лёгкие, всё, но... Четыре с половиной тысячи. Эти тоже. Тоже очень лёгкие. Они, видимо, со скидкой, что ли. А, стоили три с половиной. Угу. Так нет, и сейчас... А, это были три с половиной, стали три сто девяносто девять. Что-то? Кстати, были четыре, три сто стали. Три. В общем, четыре, стали. Такая вот есть турецкая обувь. Шарфики. Сколько он стоит? Не пойму, где у них цена. На, четыреста девяносто девять рублей. Сумки. Ну, тут ненатуральные, конечно. Посмотрела тапки, все дорогие. Девятьсот рублей тапки. Тут, правда, шестьсот. Эти тоже девятьсот. В общем, вот так вот. Семьсот такие. Шестьсот. Ну, шестьсот куда не шло. Ну, девятьсот уже за тапки как-то не хочется отдавать. Тоже девятьсот. Эти вот неудобные такие. Вот такие вот мягкие тапочки. Восемьсот девяносто девять рублей. Мне нравится, чтобы вот каблучок такая подошва. Вот эти прям вот. Так понравилось. Ну, правда, жесткая пятка. Будет пятка болеть. У меня пятка болит в таких тапках. Вот здесь варежечки такие. Шапки теплые, прицелки. Мягкие-мягкие этот тут. Минус 50% на второй товар. Сколько они стоят, что-то я не вижу цену. Вон-то. В самом-самом внизу. Тысяча. Тысяча стоит. Для душа. Для душа. Видите, какой он. Это шампуни. Скрабы. Все, в лифте. В общем, поднялись на шестой этаж. Никакого здесь нет. Никакого кафе. Там есть только кофе из автоматов. Все. Все убрали в период пандемии. Ничего не вернулось. На проспекте баррикад стоим. Уже едем за шашлыками. Дорога к заводу. Красная Сормово. С другой стороны. Как храм красиво смотрится. Ели такие. Здесь уже 100-летние. У завода 172. Вот. И елем, наверное, тоже столько же. Почти. Я говорю, 100-летние. Ой, как трясет. Боже мой. Наверное, стабилизацию не включила. А на дорогах одни кочки. Поэтому миллиарды каждый год на дороге. Ужас. Миллиарды каждый год на дороге. Бедные машины. Бедные подвески. Ну все. Муж пошел за шашлыком. И едем домой. В общем, в каре. Ну так, походила я. Тапочки мне не понравились. Ну такие вот жесткие пятки. Я не могу с такими этими. Никакой там подложки. А цена вообще неадекватная. Для таких тапок. Посмотрела обувь. Ну вот я показывала вам турецкую. Спросила про эти бонусы. Я говорю, вот Сбер, спасибо. У меня 3408 бонусов. Я говорю, сколько я могу заплатить за... Если мне что-то понравится. Она говорит, вот серебро, серебро берите. Я говорю, я серебро не ношу. Хотя есть. Но мне не надо. Спасибо. Я говорю, так обувь посмотрела бы. Ну узнать, вот сколько это. Она говорит, ну вы можете заплатить 99%. Я говорю, ну а вот эти вот 3408 бонусов, они сколько рублей? Она говорит, так и есть 3408 рублей. Вот. Например, если вы выберете там за 3000, в общем, за рубль там, ну что-то так. Короче говоря. В общем, 99%. Могу я заплатить этими бонусами. Но ничего мы не выбрали. Ни муж ничего не выбрал, ни я. В общем, едем домой. Смотрите, какой жилой дом. Какие павлины. Флаг России. Со свободой все так красиво сделано. Деньги есть, строят люди. А нет, вот живут в таких еще домиках маленьких. Такие вот здесь. Это уже улица Свобода еще, в общем-то так. А края Носормовского района, можно сказать. О, какие домики. Вот где руки надо прикладывать. Вот где. Сколько еще у нас таких домов. Сколько людей еще живут в таких условиях. Здесь еще хоть газ есть. Но все-таки город. Все-таки город. А где-то еще и газа нет в нашей стране. А где-то еще и газа нет. Едем снова мимо этого храма в Копсово. Красиво. И там вот территория такая. Как-то видео показывала. Летом ходили там пруд. Так все красиво. Купели. Купели или они купальни? Купели называется правильно, да? Дорогие друзья, мы уже дома. Время четвертый час. Мы так быстренько пометали все на стол. Очень кушать хочется. Вот. Очень хочется кушать. Всех с праздником. Всех с праздником. Желаем вам мирного неба еще раз. Здоровья самое главное. И благополучия в ваших семьях. Сейчас покажем наш стол. Так. Ну вот наш стол. Салат я делала вчера этот вот праздничный с курицей и грибами. Быстренько нажарили картошечки, икру. Икру, кстати, по 550 рублей покупали на рынке. Икра дешевле, наверное, у них уже остатки там. Поэтому дешевле стала, но она лососевая. Была 620. Грудиночка. Такой салатик. Какой салатик это у нас? Обыкновенный, овощной. Огурчики. Порезали так по линице. И шашлык. Шашлык. Ну как у нас там он? Надеемся, что он не остыл. Но он теплый, в общем-то. Такой он был. Тут надо разрывать. О, сколько здесь этого добра-то. Лаваша-то закопали. Шашлык от, наверное, нет. Он есть. Оказывается, есть. Ну вот так вот его. Вот. Муж себе с грибочками там шашлык взял. Говорю, мне без грибочков. Грибочки и свои есть. И в салате грибочки. Ну, в общем, вот так вот. Приятного нам аппетита. И всех еще раз с праздником. Так, ну. Все, мы положили себе, Олья, картошечки, салатика и шашлычка. Давно мы не ели шашлык, маршлык. Так. В общем, а есть хотим? Это же просто до невозможности. Ну, хотя, ой, как бы я есть не хотела, все равно много-то не съем. Ну, поедим-то с аппетитом, наверное, да? Это сыр не... Вообще-то сыр зачем нам, да? Ну, давай. Ну, шашлык остыл, кстати. Сейчас езды. За тебя, мой дорогой защитник. И отечество, и меня. Здоровья тебе. Ну, и всего-всего, что хочется. Не буду долго говорить. Надо пить и есть. Да, походили-походили по миле. Пандемия все съела, как говорится. Там было на шестом этаже тоже какая-то кафешка. Тоже так прилично там готовили, да? Или еще с внуком ходила. Раньше там и на развлечении там его оставишь, сходишь туда. Там детский уголок же был. Да, детский уголок. В детском уголке оставишь. Идешь туда. Была еще там кафешка, где можно такой кофе с такими сливками взять, такой вот, да? В больших стаканах прям. Ну, еще что-то там было. Ну, мы там вот кофе пили. И коктейль там был как-то. Ну, сейчас вообще ничего. Ну, то есть совсем. Нам так хотелось там что-то. Перекусить, хотя бы кофейку попить. Ну, нет. А с собой даже водички не взяли. Мне яблочко не взяли. В общем, проездили целый день. Ну, как вы поняли, просто мы... Муж показывал мне дорогу. Ему предстоит операция. Но снова позвонили. Да? Восемь-то наезд еще. Позвонили из кардиоцентра. Перенесли на 10 апреля. В связи с тем, что много заболеваемости короной. Вообще в Нижнем Новгороде, да, говорят много. Но, мы, говорят, не хотим, да, чтобы вы здесь заразились. Но это, конечно... Подговорка. Ну, отговорка, не отговорка. Прошай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А тут уже все отрезано. Я... Здесь отрезано. Слышишь меня? Ну, я понял. Ну, ты же не снимаешь, нет? Как это? Я снимаю. О! Вот, видишь, ты отрезал два раза. Тут все отрезано. Всю полосу я отрезала. Ну, ничего. Вот эта вот верхняя часть, она соскальзывает. Не знаю, в чем причина. Своё надо брать. Закон преферанса. Бери сколько хочешь. Сколько твоей душеньки угодно. Ну, в общем, вот такой вот чизкейк. Ну, вот эта вот часть, она такая ожилейная. Субтитры сделал DimaTorzok